Чудеса Привет! Я актер театра «Малый» Андрей Данилов. Я хочу вам рассказать одну из самых любимых историй моего детства. Ее сочинил замечательный писатель Николай Носов, а называется она «Фантазер». Итак, слушайте. Мишутка и Стасик сидели в саду на скамеечке и разговаривали. Только они разговаривали не просто, как другие ребята, а рассказывали друг другу разные небылицы, будто пошли на спор, кто кого переврет. «Сколько тебе лет?» – спрашивает Мишутка. «95. А тебе?» «А мне 140. Знаешь, – говорит Мишутка, – раньше я был большой-большой, как дядя Боря, а потом сделался маленький. А я, – говорит Стасик, – сначала был маленький, а потом вырос большой, а потом снова стал маленький, а теперь опять скоро буду большой». «А я, когда был большой, все реку мог переплыть», – говорит Мишутка. «Ох, а я море мог переплыть». «Подумаешь, море, я океан переплывал». «А я раньше летать умел». «А ну, полети. Сейчас не могу». «Разучился». «А я один раз купался в море», – говорит Мишутка. «И на меня напала акула, а я ее – бац, кулаком, а она меня цап за голову и откусила». «Врешь?» «Нет, правда. Почему же ты не умер?» «А зачем мне умирать? Я выплыл на берег и пошел домой». «Без головы». «Конечно, без головы. Зачем мне голова?» «Как же ты шел без головы?» «Так шел. Будто без головы ходить нельзя». «Почему же ты теперь с головой?» «Другая выросла». «Ловко придумал», – позавидовал Стасик. Ему хотелось соврать получше Мишутке. «Ну, это что?» – сказал он. «Вот я раз был в Африке, и меня там крокодил съел». «Хе-хе, вот так соврал», – рассмеялся Мишутка. «Вовсе нет. А почему же ты теперь живой?» «Так он же меня потом выплюнул». Мишутка задумался. Ему хотелось переврать Стасика. Он думал, думал, наконец говорит. «Один раз я шел по улице. Кругом трамвай, автомобили, грузовики». «Знаю, знаю!» – закричал Стасик. «Сейчас расскажешь, как тебя трамвай переехал. Ты уже врал про это». «Ничего подобного. Я не про это». «Ну, ладно, вари дальше». «Вот». Иду я, никого не трогаю. Вдруг навстречу автобус. Я его не заметил. Наступил ногой. Раз! И раздавил лепешку. «Ха-ха! Вот это враки!» А вот и не враки. «Как же ты мог раздавить автобус?» Так он же совсем маленький был, игрушечный. Его мальчишка на веревочке тащил. «Ну, это неудивительно», – сказал Стасик. «А я раз на Луну летал». «Ха-ха! Вы куда махнул?» – засмеялся Мишутка. «Не веришь? Честное слово!» «На чем же ты летал?» «На ракете? На чем еще на Луну летают?» Будто не знаешь сам. «Что ж ты там на Луне видел?» «Ну, что?» – замялся Стасик. «Чего я там видел?» «Ничего я не видел». «Ха-ха!» – рассмеялся Мишутка. «А говорит, на Луну летал». «Конечно летал!» «Почему ж ты ничего не видел?» «А темно было. Я ведь ночью летал во сне. Сел на ракету и как полечу в космическое пространство. У-у-у! А потом как полечу обратно. Летел, летел, а потом бряк о земле. Ну, и проснулся». «А-а!» – протянул Мишутка. «Так бы сразу и говорил. Я ведь не знал, что ты во сне». Тут пришел соседский Игорь и сел рядом на скамеечке. Он слушал, слушал Мишутку и Стасика. Потом говорит. «Вот врут-то! И вам не стыдно?» «А чего стыдно? Мы же никого не обманываем», – сказал Стасик. «Просто выдумываем, будто сказки рассказываем». «Сказки!» – презрительно фыркнул Игорь. «Нашли занятие!» «А ты думаешь, легко выдумывать?» «Чего проще?» «Ну, выдумай что-нибудь». «Сейчас!» – сказал Игорь. «Пожалуйста!» Мишутка и Стасик обрадовались и приготовились слушать. «Сейчас!» – вторил Игорь. «Э-э-э-э-э-э-э!» «Ну что ты все эдак, э-э-э?» «Сейчас!» «Дайте подумать». «Ну, думай, думай». «Э-э-э», – сказал снова Игорь и посмотрел на небо. «Сейчас, сейчас!» «Э-э-э!» «Ну чего ж ты не выдумываешь?» «Говорил, чего проще?» «Сейчас!» «Во!» «Один раз я дразнил собаку. Она меня цап за ногу и укусила. «Во!» «Даже шрам остался!» «Ну и что ты тут выдумал?» – спросил Стасик. «Ничего, как был, так и рассказал. А говорил, выдумывать мастер. Я мастер, да не такой, как вы. Вот вы все врете, да без толку. А я вчера соврал, мне от этого польза». «Какая польза?» «А вот, вчера вечером мама и папа ушли, а мы с Ирой остались дома. Ира легла спать, а я залез в буфет и съел полбанки варенья. Потом думаю, как бы мне не попало. Взял Ирке, губы вареньем намазал. Мама пришла, кто варенье съел? Я говорю, Ира! Мама посмотрела, а у нее все губы в варенье. Сегодня утром ей от мамы досталось, а мне мама еще варенье дала. Вот и польза. «Значит, из-за тебя другому досталось, а ты и рад?» – сказал Мишутка. «А тебе что?» «Мне ничего. А вот ты этот, как это называется? Брехун, вот! Сами вы брехуны!» «Уходи! Не желаем с тобой на лавочке сидеть!» «Я и сам не стану с вами сидеть!» Игорь встал и ушел. Мишутка и Стасик тоже пошли домой. По дороге им попалась палатка с мороженым. Они остановились, стали рыться в карманах и считать, сколько у них денег. У обоих набралось только на одну порцию мороженого. «Купим порцию и разделим пополам!» – предложил Стасик. Продавщица дала им мороженое на палочке. «Пойдем домой!» – говорит Мишутка. «Разрежем ножом, чтобы было точно!» «Пойдем!» На лестнице они встретили Иру. Глаза у нее были заплаканные. «Ты чего ревела?» – спрашивает Мишутка. «Меня мама гулять не пускала». «За что?» «За варенье!» «А я его не ела!» «Это Игорь на меня наговорил!» «Наверное, сам съел, а на меня свалил!» «Конечно, Игорь съел!» Он сам нам хвастался. «Ты не плачь! Пойдем, я тебе свою полпорцию мороженого дам!» – сказал Мишутка. «И я тебе свою полпорцию отдам! Вот только попробуй разочек и отдам!» – пообещал Стасик. «А вы разве не хотите сами?» «Не хотим! Мы уже по десять порций съели сегодня!» – сказал Стасик. «Давайте лучше это мороженое на троих разделим!» – предложила Ира. «Правильно!» – сказал Стасик. «А то у тебя заболит горло, если ты одна всю порцию съешь!» Пошли они домой, разделили мороженое на три части. «Вкусная штука!» – сказал Мишутка. «Я очень люблю мороженое! Один раз я съел целое ведро мороженого!» «Ну, ты выдумываешь все!» – засмеялась Ира. «Кто тебе поверит, что ты ведро мороженого съел?» «Так ведь оно совсем маленькое было! Ведрышко! Такое бумажное! Не больше стакана!» Чудеса!